привет друзья едем гуляем снова погода что-то не радует опять я уже вы видите как англичанин да чуть что сразу про погоду ну вот никуда не денешься погода влияет я еще такой метеозависимый не знаю как вы прям очень сильно погода влияет заметила или давление когда вот атмосферное тоже иной раз просыпаешься просто невозможное какое-то настроение вообще а иногда на следующий день все прекрасно жизнь замечательно все хорошо как у вас друзья дела расскажите мне я вчера гуляла вчера было опять чудесный день солнечный здесь все через день у нас происходит как вы знаете день солнца день дождь вот сегодня с утра дождь лила сейчас не знаю вроде так успокоилась немножко но уже сейчас вот посмотрю температуру сколько у нас температура о 15 градусов опять но что-то вы знаете ветерок вот как-то по-другому опять ощущается все эти градусы решила поехать немножко прогуляться как обычно спрашивают у меня мои подписчики продолжение рассказать истории мои ну я конечно обещала но видите опять же в связи с тем что я наверное уже давно здесь живу я такая же точно стала как англичане я очень долго раскачиваюсь вы знаете здесь у них надо все ждать месяцами пока созреет вот вот и я так а тут еще получилось так что видите я начала вам рассказывать мою историю про мужа вот а тут получилось что с мартиным познакомилась и как-то все тут закрутилось более для меня ярко интересно и вы знаете что как бы как бы как бы даже теперь и не знаю что-то прямо потерялась что вам лучше рассказать как как-то получается некрасиво то ли мне уже начать вам про мартина рассказывать про наши отношения то ли вам рассказать все таки окончание моей истории с мужем вы знаете да мне тут кстати совсем недавно моя одна подписчица написала просто такую претензию выкатила что я такая нехорошая бессовестная что же это я пообещала рассказать как я в англию попала я не рассказываю вот она мне просто такой ультиматум выдвинула я вчера задумалась думаю прям надо идти срочно снимать продолжение но вы знаете так не получается понимаете друзья для того чтобы это рассказывать нужно специальный настрой это же мне нужно как-то все вспоминать опять прошло уже столько времени это если считаю практически 10 лет прошло с тех самых пор когда я сюда переехала ну и понимаете сами что как-то надо это все вспомнить как наш надо вам это все все-таки как-то красиво рассказать а не просто так но потом вы знаете еще что тут получилось так что вот как как мне говорят ой как красиво какая у вас красивая история какого замечательный муж ну вот наверное как-то я наверное вас немножко тут вела в заблуждение опять друзья потому что получилось так что так вот тут переходят не переходят этот переход ждешь ждешь не переждешь получилось так что вы знаете что-то как-то как-то история то не похоже на сказку понимаете как там говорят недаром что все сказки заканчиваются и вот поженились они и жили долго и счастливо никто дальше не рассказывает как они там конкретно жили то вот так вот и у нас получается что как-то не хочется разочаровывать вас друзья но получилось у нас много очень проблем вот получилось много лжи много лжевых обещаний и вообще такая история вы знаете как говорится постараюсь все таки сейчас вам немножко рассказать ядовить еще вам друзья знаете что сказать по правде о кому-то приехала скорая помощь кому-то плохо стало ядовите сказать по правде уже несколько раз вам снимала видео продолжение вы не поверите снимала и потом приходила домой слушала и думала что как-то знаете что-то не то и вот удаляла вот несколько раз у меня получается что если как-то не идет уже то может быть не стоит уже тогда и браться за это не знаю даже но попробую сделать уже последнюю попытку как говорится рассказать вам все таки понимаете в двух словах не получается как только начинаю рассказывать то углубляюсь какие-то детали совершенно ненужные понимаю что это не то все но и вот как-то трудно тут мне это все построить видео как все получилось ну хорошо значит мы с вами остановились насколько я помню друзья что я вернулась из парижа после нашей первой встречи это был ноябрь ноябрь 2009 года по моему да сейчас уже начинаю с датами путаться вот потому что в 2008 познакомились целый год практически мы общались через интернет но и вот конце концов ноябре мы встретились на неделю в париже потом когда я приехала домой тут вопрос такой почему я не захотела как я вам сказала я не захотела с ним продолжать какие-то серьезные отношения почему потому что знаете оказалось так что человек наврал свой возраст это первое вот я не то чтобы сказать что я скрываю его возраст нет я не скрываю он был старше меня на 20 лет то есть когда мне было 55 мы познакомились ему было 75 вот ну и как бы вы знаете конечно разница большая что тут говорить это другое поколение но опять же как бы сказать вам и бог бы с ним может быть а может быть был бы человек хороший как это там всяко бывает говорят но дело все в том что он же еще мне наврал вот это вот что потом меня у очень удивило я никак не ожидала я ему верила а получилось что он не наврал со своим возрастом он снизил 10 лет он сказал что он всего на 10 лет меня старше вот вроде хоть они и говорят что возраст не главное все таки наверное видите возраст имеет значение потому что зачем бы ему было скрывать свой возраст вот и я конечно этого не знала когда я приехала его первый раз увидела те фотографии которые он мне посылал он посылал фотографии более раннего своего возраста именно который соответствовал вот то есть как сказать ну в общем когда я его увидела я я немножко была шокирована потому что думаю англичане вообще-то хорошо выглядят почему он так выглядит в общем-то 65 это еще ой какие молодцы английские мужчины ну и вы знаете сделано может быть даже и совсем не в том что вот возраст просто дело в том что строить отношения свои начиная со лжи как-то в общем согласитесь не очень хорошо и потом ну ладно он там наврал возраст когда мы познакомились в интернете а потом когда мы встретились в общем то было у него достаточно много времени чтобы как-то объясниться ну вот он не подумал я узнала что он меня старше на 20 лет только когда мы стали подавать документы на вот уже регистрацию я увидела когда он стал заполнять там в этом заявлении я увидела его паспорт и увидела его дату рождения что он меня на 20 лет старше и конечно была в шоке ну не знаю может быть опять говоришь во мне не о том я говорю но вот это ложь она была первая но не единственная скажем так я вот сейчас встретила свою замечательную знакомую сандрин мы с ней мы с ней учились в колледже самом начале ну скажи что не то дел сам сень вот как говорю друзья начинаю ходить начинаю рассказывать вот встречаю друзей да и отвлекаюсь вот это вот я встретила свою знакомую очень хорошую сандрин она француженка видите по ее английскому тоже английский наверное хуже чем у меня но мы с ней пытаемся на вот таком второбарном языке разговаривать очень она дружелюбная очень она как тут говорят френдли и я у нее уже несколько раз была она меня на кофе приглашала и она у меня была несколько раз она переехала из гонконга как вы слышали из китая у нее муж какой-то в каком-то очень серьезном в каком-то бизнесе он у нее то ли адвокат по моему да по моему адвокат юрист адвокат в общем они получают очень хорошие деньги и даже вы знаете такая история интересная что вот они переехали у них трое детей вот сейчас она бежит с цветами старшая дочка 22 года переехала уже арендует квартиру на двоих с бойфрендом вот она к ней бежит с цветочками поздравить ну вот как тут рассказывать ё-моё называется да так вот чего хотела сказать вот то что они богаты она не работает вот из-за того что муж имеет такую шикарную квартиру я не знаю почему они не вернулись во францию она как-то это обходит стороной но вот они решили обосноваться здесь всего лишь два года назад они купили себе дом вы не поверите друзья этот дом я снимала много раз он совсем недалеко от моего дома я снимала его много раз скину вам видео и покажу на какой минуте я показываю этот дом огромный я вам там показывала когда я гуляла там коттеджи показывала как как я готовила борщ для англичан вот в этом видео я показывала шикарный огромный дом еще говорила вот есть у людей деньги вот вот и покупают такие дома так вот оказалось что это сандрин кстати ой вот так и я с удовольствием конечно посетила ее этот дом когда она меня пригласила я не знала что это ее дом она мне сказала адрес я пошла и ходила иду 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 смотрю этот номер смотрю ищу ищу и вдруг я знаете у меня как по интуиции думаю слушай вот это наверное ее вот этот же дом который я вам показывала такой замечательный а я подхожу и точно это ее дом и вот внутри конечно очень красиво все ой вообще бесподобно но они еще его до конца не доделали там очень много надо ремонтировать то что я сказала что может быть там все у них модерновые теплые полы нет ничего подобного они все это еще только-только начинают приводить в порядок вот два года уже там крышу ремонтировали красили окна меняли там в общем проблем очень много как вы понимаете она даже не говорит за сколько они купили говорит что дорого и вот это я сейчас попросила ее вам сказать пару слов чтобы ее немножко вам показать и вот рассказать эту историю такую интересную как бывает в жизни и не думаешь не гадаешь но вот сколько я ее не просила я была уже у нее раза три наверное на кофе сколько не просила я ее говорю сандрин ну 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 давай я сниму для своих друзей внутри твой дом им будет так интересно посмотреть потому что дом шикарный двухэтажный огромный ну это вообще супер она еще такая знаете француженки они имеют такой вкус изысканный и у нее еще вот это вот присутствует она сама там это все декорировала но она ни в какую не хочет понимаете ну вот и что тут поделать не могу же я скрытой камерой снимать у человека в квартире ну так вот продолжим что там дальше я рассказывала про нашу встречу вторая наша встреча была в июне месяце 2010 года когда в конце концов мой муж меня все таки уговорил или там скажем как я позволила себя уговорить что он сказал что он опять все эти визы все это он здесь сделает все он оплатит ну и никогда я в Англии не была я подумала ну и поеду я почему бы и не съездить в конце то концов я уже его знаю если человек так просит если так хочет еще раз меня увидеть сказал что Англию покажет ну я и поехала к нему на вторую встречу что то сегодня посмотрите еще одна скорая помощь амбуланс вот так они выглядят что то сегодня может быть опять с погодой не то разъездились тут они у нас не всегда так бывает кстати вот этот вот банк напротив видите на Тион Вайп никому не советую потому что этот банк вот когда мой муж умер они мне тут же моментально заблокировали все счета хотя они меня знали это в центре райда нашего и был счет у меня и был счет у мужа банковский здесь в этом банке и мы с ним вдвоем приходили и все и тем не менее вот когда мой муж попал в больницу он мне отдал все свои карточки и сказал свой пин-код и сказал что в общем то пойди сними там какую то сумму денег чтоб тебе можно было на них жить пока тут что случись я пришла и они я пришла по глупости которые меня знали уже женщины работали я им все это сказала что вот представляете такая у меня беда и они меня тут же заблокировали счет вот такие вот веселые ребята после этого я в этот банк больше не ногой я прекратила с ними все отношения и вам не советую так ну так что ребята как вам рассказать значит вот приехала я на месяц к мужу тогда еще не к мужу понимаете да значит все мне очень понравилось друзья что могу сказать встретил он меня сейчас буду уже думать о том что говорю потому что отвлекаюсь отвлекаюсь не могу сосредоточиться но сейчас так начну встретил он меня на своей великолепной новой хонди он ее купил в 2008 году хонда цивик пятидверная у меня на фотографиях там она есть это не моя которая сейчас у меня это была его замечательная машина япония вот и вот она была новехонькая всего год ей и он такой дэнди разнаряженный напомаженный вы знаете и даже приехал в таком красивом костюме галстук бабочкой вот я как раз на остановке видите подъехал автобус наш двухэтажный замечательный хотела вам показать насколько низко у него вы видите ли видели да вот заходить вот это вот приступочка она вровень с землей практически вот такие бывают пьяные товарищи вот он пьяный вам может в камере не видно пьянющий бродят тут у нас странное дело вот так вот автобус он когда подъезжает к остановке он останавливается и он так как-то странно шипит он наверное на каких-то тоже подушках приподнят на воздушных и у него такой звук шипящий он спускает вот эти подушки опускается очень сильно и он получается вровень с землей и вот так вот если допустим надо кого-то disable кого-то какого-то инвалида загрузить который в колясочке заехать то там такие выходит шофер и он выдвигает вот такой вот как бы сказать мост как называется мостик ступенечки такие пандус вот еще один вот видите слышите вот он вот он зашипел и он опустился низко просто вровень вот люди вышли это не то что у нас некоторые бедные встают аж на колени чтобы скарабкаться в автобус вот вот если говорю что инвалид вот спускается вот это вот открывается если вам видно пандус такой помогает шофер выходит все ждут без проблем загружается инвалид пока он не усядется автобус не трогается вот так все происходит для людей ну что рассказала я сегодня вам да получается вот такой вот розовый слон это ой я не могу это вот знаете такие чувства отношения хотелось чтобы были как большой розовый слон а получилось черт знает что это я про наши отношения с мужем вы знаете я боюсь что мне не сосредоточиться уже друзья просто я наверное уже как-то другое начну вам видео рассказывать рассказывать продолжать это надо где-то вот в уединении недаром я всегда такие разговоры веду где-то за чашечкой кофе потому что здесь невозможно видите что происходит вот поэтому уж извините но может быть самый интересующий вас вопрос я вам сказала что муж мой был меня на 20 лет старше вот как дальше произошло наверное все таки я вам в своем другом видео сниму а сейчас у меня уже и парковка тут заканчивается время и наверное нужно мне тут кое-какие лавочки зайти в магазинчики это центр я же сказала да уже центр райда видите как настолько отвлекли что я уже могу и повторяться там у нас далеке впереди это испланейт это набережная вид на океан на пролив наш вот мне нравится наш город райд вы знаете нравится несмотря на то что он шумный несмотря на многие какие-то минусы тут вот говорят что тут очень много все таки бедных живет вот вот такой вот пьяний бродит иногда это как я вам сказала тот мужчина который рожки показал ну тем не менее мне нравится этот город и его расположение прекрасное ну вот и так друзья все уже извините вот такой сумбур получился сумбур каламбур ну расскажу все таки что обещала все пока пока пока